Красную символичную ленточку побязали не на входе, а перед центральным местом ринга, где и проводятся основные занятия. Публики немного, в основном сотрудники клуба и родители маленьких спортсменов. После разрезания ленты не митинг, а торжественное построение. В городе Видно никогда не было в первую очередь бокса. И в Восточном единоборствах у нас представлены либо карате, либо геркосинка, это ответвление, либо самбо, либо дзюдо. Сегодня мы являемся свидетелями того, что в городе Видно, в Ленинском районе зарождается новая история. История в первую очередь связана с развитием спорта. В Ленинском районе развитие спорта одна из приоритетных задач муниципалитета, и это приносит ощутимые плоды. Только в прошлом году наши спортсмены завоевали 29 призовых мест на международных соревнованиях, 42 места на всероссийских и 168 на межрегиональных и областных соревнованиях. Одним из победителей стал Даниил Егоров, который теперь будет заниматься в новом клубе. Тренируюсь уже два с половиной года, тренировался до этого в клубе Family Wellness. Но тут зал, конечно, гораздо больше, чем там, тут и игруши лучше, условия вообще отличные. Клуб работает уже две недели, поэтому нынешнее открытие чисто символическое. Он строился почти полгода, до этого здания было совершенно не приспособлено для занятий спортом. Уже сейчас здесь занимается 120 человек, а начиналось все, как это часто бывает, с детской мечты. Я помню, как я в детстве занимался вольной борьбой, и у нас все время не хватало инвентаря. И у меня было потихонечку, в течение моей жизни, это была моя мечта. В клубе ведется преподавание ряда боевых искусств, среди которых бокс, смешанное единоборство, кикбоксинг и джиу-джитсу. Сейчас в Ленинском районе активно развивается карате и дзюдо, а наши бойцы неизменно занимают призовые места на соревнованиях различного уровня. Также боевые дисциплины преподают в организациях военно-патриотической направленности. По мнению председателя Совета депутатов Ленинского района Валерия Венцеля, новый клуб станет определенным продолжением местных традиций. У нас достаточно сильная база военно-патриотических клубов. Клубы, которые... У нас и клуб «Ратник», который занимается детьми от 4 лет и доводит до окончания школы. В принципе, у нас есть еще поисково-спасательный клуб, который тоже действует на территории Ленинского муниципального района. Я думаю, что здесь этот клуб будет вовлечен во все вот такие вот наши традиционные виды военно-патриотического воспитания нашего подрастающего поколения. И я думаю, наверняка у них будет, конечно же, взаимодействие. Клуб входит в общественную ассоциацию технических и военно-прикладных видов спорта. Здесь планируется проводить тренировки, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья и социально незащищенных групп населения. Максим Козлов, Владимир Андреянов, Видное ТВ.